Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представить вашему вниманию клинический случай из Архангельска, посвященный лечению ГЕР-2-позитивного рака молочной железы 4-й стадии. Пациентка 60 лет наблюдалась в нашем диспансере с диагнозом мультицентричный рак правой молочной железы Т2Н1М1 4-й стадии с метастазами в подмышечные лимфоузлы, лобную долю головного мозга слева и печень. Из анамнеза было известно, что опухоль верхней наружного квадранта правой молочной железы она обнаружила у себя еще в 2006 году, однако к нам в диспансер за медицинской помощью она не обращалась и наблюдалась по месту жительства. В ноябре 2009 года у нее впервые появились головные боли, которые слабо купировались анальгетиками. А в январе 2010 года впервые появился судорожный припадок с потерей сознания. В этой связи она обратилась за медицинской помощью в наш клинический онкологический диспансер и при проведении МРТ головного мозга в феврале 2010 года было выявлено образование до 23 мм в левой лобно-теменной области с выраженным перифокальным отеком, который достигал порядка 85 мм и также был выраженный масс-эффект. Как принято в нашем диспансере, все первичные пациенты сначала проходят через консилиум с участием профильного хирурга, в данном случае это мамолог, химиотерапевты и радиотерапевты. И консилиум решил, что учитывая наличие неврологической симптоматики, приступы потери сознания, наличие солитарного метастаза в головном мозге, на первом этапе была рекомендована консультация нейрохирурга с целью удаления одиночного метастаза в головном мозге, а затем решить вопрос о проведении масс-эффектомии справа, как второй этап лечения. 4 марта 2010 года была выполнена крайняя атомия в левой лобно-теменной области и удаление опухоли лобной доли слева. Гистологически был верифицирован метастаз солидного железистого рака. Затем пациентка все-таки попала в клиническое исследование, которое на тот момент проводилось в условиях отделения химиотерапии нашего диспансера. В рамках скрининга была выполнена трепан-биопсия опухоли правой молочной железы, гистологический ответ, инфильтрирующая карцинома второй степени злокачественности. По иммуногистохимической структуре это была гормон-негативная опухоль и HER2-позитивная. Также в рамках скрининга был выполнен стартовый КТ-контроль. Мы видим, что у пациентки был мультицентричный рак. Было два узла. Один узел в верхнем наружном квадранте правой молочной железы достигал 45 мм, второй – 26 мм. Также были увеличены акселярные лимфоузлы справа до 30 мм и одиночный метастаз в четвертом сегменте печени до 18 мм. Пациентка получила химиотаргетную терапию по схеме Поклитоксел-Трастузумаб. Получала химиотерапию с интервалом в 3 недели и контрольным обследованием 1 раз в 9 недель. При первом контроле в июле 2010 года по шкале Рецист была достигнута частичная регрессия заболевания. Поэтому было решено продолжить проведение химиотаргетной терапии по прежней схеме. Суммарно пациентка получила 15 курсов химиотаргетной терапии, то есть на протяжении 45 недель она лечилась и переносила лечение на удовлетворительно. Однако в рамках очередного контроля динамики заболеваний была выявлена прогрессия. У пациентки был выявлен рецидив лобно-теменной области слева. По данным МРТ это был участок накопления контраста в лобно-теменной области до 15 мм. При этом перифокального отёка и масс-эффекта не было. И также наблюдался одиночный очаг в С9 нижней доле левого лёгкого до 4 мм. Конечно, по рецисту этот очаг можно было бы не расценить как маркерный, но однако наши рентгенологи настаивали на том, что это метастаз, и поэтому пациентки метастаза в лёгкие были вынесены в диагноз. 18 мая 2011 года было проведено оперативное лечение удаления метастаза опухоли левой лобной доли головного мозга. И затем пациентка также была обсуждена коллегиально, и учитывая её удовлетворительное состояние, было решено с палеотивной целью провести мастектомию помаден справа. А затем, с условно-адьювантной целью, продолжить проведение химиотерапии уже по схеме ФАЦ, фторороцил, доксообицин, циклофосфан. Пациентке удалось провести 4 курса химиотерапии, переносила лечение на удовлетворительно. Однако при контроле в октябре 2011 года, в связи с тем, что у неё развился эпилептический припадок с потерей сознания, по данным МРТ, мы выявили снова рецидив в лобной области слева до 17 мм. В ноябре 2011 года этот метастаз был вновь удалён, и было коллегиально решено провести курс лучевой терапии на весь объём головного мозга до суммарной дозы 33 Грея на фоне проведения монохимиотерапии капицитабином в дозе 1500 мг в сутки. Лечение пациентка переносила удовлетворительно, без выраженных осложнений. При очередном МРТ-контроле головного мозга для оценки онкоситуации после курса химио-лучевой терапии был вновь обнаружен рецидив в зоне оперативного вмешательства слева до 13 мм. И коллегиально было решено продолжить химиотерапию капицитабином в дозе 4000 мг в сутки. Пациентка сначала получила 4 курса химиотерапии в таком режиме, однако переносила на его с осложнениями в виде ладонно-подошвенного синдрома второй степени и анорексии второй степени. Поэтому был выполнен МРТ-контроль, была достигнута стабилизация процесса и в связи с осложнениями доза капицитабина была редуцирована до 3000 мг в сутки. Пациентка получила еще 6 курсов такой химиотерапии, переносила она ее уже достаточно удовлетворительно. Однако при очередном контроле МРТ головного мозга вновь был выявлен рецидив до 19 мм с выраженным перифокальным отеком, но в связи с тем, что общесоматический статус больной на тот момент уже был достаточно отягощен, решение было принято все-таки продолжить химиотерапию капицитабином в прежнем режиме и при этом подключить расширенную противоотечную терапию. Однако в ноябре 2012 года самочувствие пациентки резко ухудшилось, спецлечения она не получала, капицитабин она по собственному желанию принимать перестала и на осмотр к химиотерапевту и мамологу в наш диспансер она больше не появилась. В мае 2013 года пациентка, к сожалению, умерла из-за прогрессии основного заболевания. Таким образом, хотелось бы отметить, что для достижения наилучших результатов при лечении пациенток с раком молочной железы необходим командный подход с участием хирурга профильного, в нашем случае это мамолог, химиотерапевт, радиотерапевт и, конечно же, психолог. Спасибо за внимание. Комментарии, вопросы. А скажите, пожалуйста, на долечебном этапе трепамбиопсии опухоли молочной железы проводилось? Нет, не проводилось, был получен только цитологический ответ. Это в 2010 год, то есть вот по данным амбулаторной карты гистологического ответа я не нашла. А обоснованность палеотерапевтной мастектомии с чем была связана? Было прогрессирование узла, было кровотечение, осложнения какие-то были? Палеотерапевтная мастектомия с целью удаления опухолевого очага. Ну, изначально генерализованный процесс с трижды положительным ХЕР-2. Ну, опухоль в молочной железе, конечно, была застегнута частичной регрессией, но наши мамологи решили провести мастектомию с целью удаления этого опухолевой массы. Хорошо, спасибо. Татьяна Юрьевна. Спасибо большое за очень интересное сообщение. Подскажите, пожалуйста, контроль над болезнью сколько составил и того вот у пациентки от момента диагностики заболевания? То есть, получается, она к нам обратилась в 2010 году, и в 2012 году она погибла. То есть, ну, два года, получается, ее наблюдали. Я почему еще так акцентирую внимание, что без лечения продолжительность жизни больных с метастазом в головном мозге составляет месяц, когда проводится терапия кортикостероидами 3 месяца. Здесь же комбинация лучевой терапии и, я понимаю, таргетной терапии. А вот подскажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения могла бы измениться как-то ситуация, если бы тут постоянно бы продолжалась бы таргетная терапия тростозумаба, менялся бы комбинаторный партнер, и в качестве комбинаторного партнера рассматривался бы второй таргетный препарат, поскольку есть данные, что именно двойная блокада или постоянное значение тростозумаба в данной ситуации значимо увеличивает продолжительность жизни больных. Вот именно хердопозитивным раком молочной железы, где именно в 50% случаев наблюдается метастатическое поражение головного мозга. Спасибо, Татьяна Юрьевна, за вопрос. Конечно, мне кажется, если бы была такая возможность продолжить пациентке таргетную терапию в комбинации с химиопрепаратом, мне кажется, конечно, рецидивы были бы достигнуты гораздо в меньшей степени, и продолжительность жизни, возможно, ее была бы выше. Скажите, пожалуйста, какое-нибудь исследование, кроме гистологии, которую Вы дали, очага в головном мозге, проводилось пациентке или нет? И почему не проводилась эмонгистохимия больных, вернее, очагов, после, по-моему, двухкратных вмешательств на головном мозге? К сожалению, в нашем диспансере нейрохирургические операции не проводятся, то есть она получала оперативное лечение на головной мозг в общей лечебной сети, и, к сожалению, были представлены стекла только оттуда, и эмонгистохимический анализ удаленного материала не проведен. Не могу сказать, по какому причине. Да, еще один вопрос. Вы описываете два очага в молочной железе. Оба очага иммуногистохимические изучались или нет? Оба. После палеоативной, и оба были гистологически сходны? Да. Спасибо. Такое впечатление, что как-то лучевая терапия немножко как бы запоздала. Уже была, значит, одна операция, или тогда у вас нет установки, там, стереотоксистику, гипернафи, там, и так далее. Такого нету, к сожалению. Да. Потому что лучевая терапия начали проводить тогда, когда уже второй рецидив, это стаза, значит, какой был какой-то эффект. Почему сразу это? Ну, это уже... Теперь вот, когда использовалась ксилода, капецитабин, там уже не было эффекта, все, но продолжались там курсы, там, платина, не пробовали еще и другие препараты. Не пробовали, к сожалению. Уже было неэффективно, вы бы там продолжали этот ксилод, капецитабин. Ну, так понятно. Пациентка, скорее всего, уже на тот момент была достаточно в тяжелом состоянии, и, наверное, система... Не, ну, это понятно, ситуация тяжелая, это понятно. Значит, вот, у вас нет, в принципе, вот этого аппарата, установки, не пергнает там, и все еще. Нет, стандартный линейный ускоритель только, и все. Потому что после операции на головной мозг, то есть, сразу было подключать учевую терапию. Ну, вообще, вообще интересный сам факт, что... А не было попытки, там, перейти на ксилу, сколько исчерпал, что здесь. К сожалению, нет возможности в диспансере назначить ТДМ-1 или что-то более еще новое, эффективное. Ну, да, очень ситуация. Сложно, больная своевременно не обращалась к врачам, там, в общем-то, пока не возникли микросазы, то есть, головная боль, запоздалое обращение такое. Ну, это, к сожалению, бывает и нередко, когда вот пациент опаздывает. Никита Александрович Савелов, пожалуйста. Да, вот тут, конечно, название-то хорошее, мультиспансерный подход, но что-то как-то он не очень хорошо виден, потому что такое ощущение, что было какое-то короткое обсуждение между собой, так сказать, химиотерапевта, вероятно, хирурга, при этом и вправду. Обычно-то в метастатических больных в головном мозге, в общем, начинаются облучения. И пока, так сказать, контроль над головой не достигнут, какие там мастектомии и так далее, к этому даже не приступают. Здесь лучевая терапия вообще где-то вынесена, непонятно, когда она была сделана. Уже там больная год прожила, не первый рецидив, так сказать, и так далее. Второй момент. Морфологов, так сказать, судя по всему, вообще выкинули за борт. Вероятно, они не входят в мультиспансерную команду, потому что ни рецидив не исследован повторно, так сказать, ни первичной биопсии не проведено. Они вообще, так сказать, участвовали в этом деле или просто им там кинули какой-то кусок молочной железы на анализ, они что-то такое сами по себе написали, потом, так сказать, ответ вернулся и все. И дальше, так сказать, сами по себе уже мы какую-то тактику принимаем. То есть в названии-то он вынесен, мультиспансерный подход, но вообще он не виден, потому что отнюдь не все специалисты, которые должны были, по идее, принимать участие в выработке тактики лечения, здесь сыграли какую-то роль. – Как вы, Дарья Михайловна, комментируете? – Ну, честно, я, в общем, затрудняюсь, как прокомментировать. Конечно, когда проходит консилиум у нас в поликлинике патомархолог, конечно же, там не сидит, не участвует. Мы его приглашаем только в каких-то экстренных и исключительных случаях. Дело в том, что в 2010 году я, конечно, еще не работала, то есть анализ я проводила только по данным амбулаторной карты и по разговорам с врачами, которые пациентку на тот момент наблюдали. Поэтому вот не могу как-то прям серьезно прокомментировать, в связи с чем не были исследованы повторно эти все материалы. – Тогда на самом деле… У меня как раз тут есть, так сказать, комментарий на эту тему. В чем важно присутствие морфолога на любом клиническом консилиуме, ну, когда не просто там лечащий врач пробегает на пяти минутки и у всех подписывает этот консилиум, но физически никто не собирался в одном месте для обсуждения больного. Да, все-таки, если это настоящий консилиум, когда люди собираются в одном месте, в одно время, так сказать, для того, чтобы кого-то обсудить, что вот когда, так сказать, в нашей клинике, там, года три приблизительно, может быть, три с половиной, морфолог стал обязательным участником всех консилиумов, которые проходят, да, их там четыре штуки разных, вот, выяснился один поразительный факт, что, оказывается, вроде бы все пользуются одинаковыми терминами, более-менее, так сказать, на русском языке все говорят одинаково, но при этом то, что пишет морфолог и то, как понимает этот клиницист, это были две большие разницы. И один из, так сказать, таких выпиющих случаев, вот, который был на моей памяти, когда при биопсии огромной опухоли на шее был поставлен диагноз, так сказать, плоскоклеточного рака. При этом специалист по голове и шее интерпретировал, что это первичный рак щитовидной железы, а опухоль вовлекала, ну, от гортани до кожи, да, вот, там, единым, так сказать, огромным уже конгломератом, что это анопластический рак щитовидной железы с плоскоклеточной метаплазией. При том, что, в общем, это был плоскоклеточный рак гортани, который просто до кожи через щитовидную железу пророс, да. Вроде бы, так сказать, одинаковые слова, но при этом каждый это понимает по-своему. И первые полтора года участия морфологов – это было, так сказать, выработкой единого языка, чтобы то, что пишет патологоанатом, правильно воспринималось клиницистом и наоборот, чтобы он правильно задавал вопросы. И, в общем-то, если физический морфолог не присутствует на этом консилиуме, то это мультидисциплинарной командой называть нельзя, потому что совершенно непонятно, чего он хотел написать и как, так сказать, вы это поняли. И вот это вот очень важная вещь. Я думаю, что, так сказать, это просто надо, ну, по крайней мере, в крупных центрах, которые на что-то претендуют, вводить это как обязательную практику. Морфолог должен быть, чтобы он, когда видит, что совершенно не так поняли его заключение, он, так сказать, встал и сказал, минуточку, за этими словами на русском языке, которые встречаются в статьях, я имел в виду следующее. Понимаете? Иначе, так сказать, толка не будет, это уже нельзя называть мультидисциплинарным подходом. Тут несколько дисциплин существенных, к сожалению, выпало. Спасибо. Спасибо большое. Можно я, да, я скажу два слова. Я думаю, что, наверное, одна из больших задач вообще всего цикла этих мероприятий, это в том, чтобы поднять этот вопрос о необходимости более тесного междисциплинарного общения и выработать какие-то подходы к тому, чтобы эту проблему решать, и чтобы в умах молодых это было, необходимость этого, насколько это важно, действительно именно говорить на одном языке, понимать друг друга, и чтобы у вас возникали вопросы, и чтобы вы не боялись эти вопросы задать смешанным специалистам. Спасибо. Спасибо. Так, вам благодарю вас. Спасибо.